В Одессе автохам вначале перекрыл пандус, а затем ударил женщину. Конфликт произошел в районе Парка Победы. Наш коллега, корреспондент Александр Вейцман и его супруга сделали замечание водителю, когда увидели, что припаркованное авто мешает проезду детских колясок. Водитель отреагировал на просьбу неадекватно, ударил женщину и пытался забрать телефон, на который сделали фото автомобиля. Вчера у меня были разбиты снаружи, трещины были на губах от удара и шла кровь, и разбита внутри. К такому повороту событий привела просьба переставить припаркованное авто с пандуса, предназначенное для спуска колясок и велосипедов. Меньше всего пара ожидала, что на них поднимут руку. Мы вчера с супругом шли, он на работу, я в поликлинику, и здесь стояла машина. И коляски не могли здесь съехать, и спрыгивали с бордюра. Так как у нас у самих детей, ребенок есть, извините, мы прекрасно понимаем, что это за проблема. Мы уже перешли через дорогу, я сфотографировала эту машину, и муж подошел обратно со словами, постучал стекло ему, говорит, товарищ, ты не хочешь отъехать, ты мешаешь. Обычно как происходит спор? Какая-то перепалка, и потом может быть драка. Здесь он сразу выпуливает какую-то матершинную фразу, буквально там в 3-4 слова, и сразу несется с кулаками на мою супругу. Я ее пытаюсь вот так закрыть. Он продолжает, он все равно продолжает, все равно хочет ее ударить, продолжает направить в ее сторону кулаки. Я не понимаю, пытаюсь ее опять отодвинуть. И я, грубо говоря, такая ситуация смешная, я чуть ли не уговариваю его провести конфликт со мной, а не с ней. Ну, человек, видимо, он, видимо, не уяснил, что он был неправ, когда напал на нас с кулаками, но он понял, что плохо, если мы его сняли, и это куда-то дальше пойдет. И поэтому улик он не хотел, и поэтому пытался выхватить телефон. Но, слава богу, мы забежали в эту будку, которая здесь находится рядом. До поликлиники в тот день пара так и не дошла. Еще несколько часов вместе с патрульными они искали автохама. Патрульные обследовали территорию прилегающую, однако водитель не нашли его, не было транспортного средства. С заявительницей вместе проехали в отделение полиции для написания заявления и дальнейшей работы следствия. А это и есть та самая машина. Как выяснилось, она зарегистрирована не на имя водителя. Официально ее хозяйка некая Тамара Перцева. Но по адресу ее прописки не живет ни она, ни ее сын. Никто не живет, квартира закрытая. В закрытой квартире никто не приходит, не приезжает даже, нет? Что-что? Никто даже не приезжает туда? Никто. Были эти расчетные тут разные бумажки, я ее встретила в банке. Я говорю, приди, забери документацию. Она пришла, забрала и все. А сын или зять есть? Сын у них есть. А он приезжает сюда? Нет. Скажите, а часто перегораживают этот пандус, например, автомобилисты? Да, бывает. Делаете замечания? Не успеваю, потому что нету водителей. Мешает проехать? Конечно, с коляской, да. Мы решили провести свой эксперимент. На 10 минут перекрыли тот самый пандус на проспекте Шевченко. Результат нас удивил. Никто даже не попытался возмутиться. Говорят, уже привыкли. Добрый день. Скажите, вам запарковали вам? Я так понимаю, вам пандус запарковали? Ну, что? Часто такое? Ну, не знаю, но бывает. Ну, неудобно же, наверное, вам пришлось останавливаться? Ну, конечно, неудобно. Мешают. Понятное дело, что неудобно. Поэтому было бы лучше, если бы здесь поставили, я не знаю, что-то еще, чтобы какое-то как ограждение было, чтобы можно было проехать коляской. Скажите, это вам пандус, получается, перекрыли? Да, перекрываются, постоянно перекрывают. Постоянно, да? Да, постоянно. Мы вот ездим все время на парке, все время закрыто здесь. И как приходится тащить? А как? Ну, так вот. Спрыгивает, наверное, тяжелый, особенно маленький. Конечно, конечно. А делаете замечания водителям? А кому делать? Там никого нет. Они поставили машину, да и сами уехали. А если бы вы водитель в машине, сделали бы замечания? Конечно, сделали бы. А не боитесь делать замечания? Нет. А почему боятся? Ну, вон, вчера ребята вот как раз побили здесь. Они сделали замечания водителю. Я не знаю. Здесь бьют не только из-за замечания. Вот мой сын лежал сейчас в больнице. Его просто побили ни за что. Просто ударили по голове и разбили голову, и он три недели пролежал в больнице. Так чаще всего и бывает. Автохамы остаются безнаказанными. Но если вы увидите эту машину, а также знаете личность ее владельца, обратитесь в полицию. Сейчас правоохранители также ищут агрессивного водителя. Анна Городенцева, Алексей Перкопенко, телеканал Репортер.